На протяжении истории человечества, да с какими у нас уроками? Еще 10 минут. На протяжении истории человечества разные идеи в наши головы вкладываются, зачастую мы несем в своих головах кучу идей, которые отнюдь не библейского происхождения, или библейского, но не напрямую из Библии опосредованного, и многие идеи, которые сегодня средний человек на улице исповедует, только ему расскажи откуда эта идея взялась. Там будет все от Аристотеля до Ниши, от Иисуса Христа до Будды, все это намешано. Поэтому нам очень важно посмотреть самые главные идеи, которые оказали наибольшее влияние на мировоззрение наших современников, откуда они взялись и откуда они проистекают. Ну и самым первым идеологом, о котором мы с вами поговорим, будет Плотин. Плотин – околохристианский философ. То есть он на самом деле, хотя многие вещи он и в христианских терминах высказывал, он гораздо ближе к гностицизму, и собственно Плотин является основателем неоплатонизма. Наверное, помните такую фигуру, у Рафаэля в картине его «Афинская школа» изображены все греческие философы, и в центре стоят два – Платон, указывающий на небо, и Аристотель, указывающий на землю. Вот это вот тот самый Платон, указывающий на небо, значит, скетч с этой картиной. Плотин, что сделал Плотин? Он взял философию Платона, вот этого самого Логоса, непознаваемого, значит, и прочее, и ее смешал с христианским мировоззрением. Отсюда пошла, в общем-то, идея неоплатонизма, и по сей день нотки неоплатонизма можно найти во многих официальных догматах католической церкви. Но он пошел гораздо дальше. Его наследие в философии является статический подход к трансцендентности. То есть, трансцендентное, то есть то, что не от мира всего, оно настолько не от мира всего, что оно, в принципе, не может быть имманентным, оно с этим миром вообще никаким образом не сочетается. Вот эта самая идея Платоновского Логоса, то есть Логос – это абсолютная идея. Существует мир идей. Это совершенный мир. Любое воплощение – это искажение идей. Вот этот воплощенный стул, он уже не является совершенным, потому что он отличается, допустим, от того стула. Вот идеальный стул, идея стула, она совершенна. Этот стул можно поломать. Идею стула поломать невозможно. И вот этот мир, мир вещей – это эманации вот этого Логоса. Значит, есть вот это единое или добро. Мы когда будем говорить о аргументах, мы еще раз вспомним. Но Платон считал, что Бог может быть только один, и что вот он, добро или единое – это, значит, вот это и есть высший трансцендентный абсолют, а все, что существует, все реальное, все материальное – это его эманации. То есть, нечто из него исходящее, но при этом, из него это произошло, но его при этом не убыло. Как вам это? Мысль – это эманация мозга. Мозг – это не сила, потому что если сила применяется, то энергия затрачивается. Мозг испускает мысль, но при этом мозг меньше не становится. Тогда была такая идея, что солнце испускает свет, но солнце меньше не становится, и сегодня мы знаем, что это не правда. Солнце испускает свет, сгорает потихонечку. Но вот это вот все искаженный материальный мир, то есть, помните, что гностицизм, он стоял на основании вот этой идеи, что все материальное плохо по определению, все идеальное хорошо по определению. Вот это вот основа гностицизма, в том числе гностицизма христианского. И вот балансируя между гностицизмом, платонизмом и Биллией, Платон приходит и заключает, что Бог, он вне бытия, знания и постижения. Существует ли Бог? Нет, не существует. Потому что наше понимание существования к Богу никакого отношения не имеет. То есть, Бог есть, он не отрицает существование Бога. Но когда мы произносим, что Бог существует, мы лжем, потому что наше представление о существовании совершенно иное, чем то, что имеет Бог. Его существование, как творца, не подобное никакому существованию творения. То есть, он вообще не творец, а некая статичная сущность, из которой творение только истекает, как лучи из солнца. Не более того. Бог вне бытия, вне знания и вне постижения. Мы о Боге не можем знать ничего. Отчасти мы можем православным тоже богословием найти эхо этого в идеях апофатического богословия. Мы можем о Боге говорить только в отрицательных терминах. То есть, говоря, отчасти это правильно. Мы о Боге ничего позитивного сказать не можем. Если мы говорим, что Он везде сущ, мы просто говорим, что нет никакого места, где Его нет. То есть, это на самом деле отрицательное утверждение. Когда мы говорим, что Бог всемогущ, мы говорим, что нет чего-либо, что было бы Него следить. Это тоже отрицательное утверждение. Но когда мы доводим вот это правильное заключение до абсолютности, то получается вследствие, что невозможность триединства, единое является Богом. Как в Бог может быть любовью? Как в единстве может быть любовью? Где нет ни любящего, ни любимого, ни отношения любви. Бог невозможно воплощение. Бог не изменен. И воплощение от Него. Невозможна молитва. Наши молитвы никаким образом на абсолютную статистическую сущность не влияют. И невозможно общение. То есть, мы, конечно, можем говорить, но, во-первых, Он нас не слышит, а во-вторых, Он нам не ответит. Деизм. Ну, деизм, в частности, это одно из... Скажем так, деизм 17 века, 16-17 века, это одно из проявлений неоплатонизма, как раз влияние неоплатонизма, то есть, плотиновских идей. Поэтому мы и говорим о плотине, как одном из авторей тех идей, которые по сей день в человеческих умах правят. До Бога высоко, до царя далеко. Мы сами по себе, мы сами за это отвечаем. Ну, что, продолжим мы про других авторов говорить. Завтра. Это гуманизм? Нет, это гуманизм. Мы любые идеи разделяем на гуманизм, то есть, два фундамента. Это на фундаменты теизма. Гуманизм не признает вообще Бога. Но это теистическая идея, но мы видим, что она стоит, как вы знаете, в двух лодках двумя ногами. Попытка одной ногой стоять в лодке библейского учения, а второй ногой стоять в лодке платоновского, все-таки, языческого учения. И стараться устоять, не порвать что-то ногу. Видеосеминария ТВС – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok